Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы поговорим о значении креста Господня в день воздвижения Чеснага и Животворящего Креста. В Евангелии от Иоанна 3 глава 14 стиха и ниже сказано «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него». До славной смерти Христа Иисуса на кресте, которое совершило чудо освящения и неба, и земли, крест считался позорным древом, «Ибо на кресте распинали очень злобных преступников, чаще восставших или беглых рабов, дедоубийц и убийц родителей». Здесь говорится о том, что крест был предобразован вознесением медного змия в пустыне во дни пророка Божия Моисея. Сам Христос говорит, «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому». Об этом событии рассказывается в книге «Чисел», 21 глава, 9 стих. Давайте вспомним это событие, чтобы нам понять, что же имеет в виду Христос. Когда было сорокалетнее странствование еврейского народа по пустыне под предводительством боговица Моисея, то они попали в некую местность, где по их грехам Бог это попустил, на них стали нападать змеи и смертельно стали жалить их, и народ начал погибать. И тогда Господь повелел боговицу Моисею сделать медного змия и воздрузить его на шесте. И те, которые смотрели на медного змея, хотя и были уже ужалены ядовитыми змеями, они исцелялись, и смерть их не касалась. Почему змей делался именно из меди? Чтобы через это обозначить и показать, что Господь силен сковать как некой медью власть дьявола и силу греха, чтобы остановить движение яда греховных чувств и настроений в нашей плоти. Скованный змей, медный змей – это змей, не способный перемещаться, даже приближаться к нам, тем более наносить смертельный укус. Христос, как пишет апостол Павел, соделался грехом ради нас. Иногда переводчики смягчают эту мысль апостола Павла, но она именно такова. И давайте обратим внимание на то, что мы уже прочитали. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эта Евангелие читается в преддверии дня воздвижения Креста Господня, и оно читалось в прошедшее воскресенье. Здесь обращает на себя внимание то, что Бог возлюбил мир, который нуждался в жертвенной крови Его Сына, а в жертве заместительной нуждается греховная. То есть Бог возлюбил нас такими, какие мы есть в нашем падшем нравственно и морально исковерканном состоянии. Для этого Он и послал в этот мир Своего Сына. И когда апостолы уговаривали Иисуса Христа, чтобы Он не шел на страдания вольные, Он говорил, что Он для этого и пришел. Теперь мы откроем послание к римлянам, пятая глава, восьмой стих. И здесь мы находим следующие слова, которые подтверждают ту мысль, которую мы уже озвучили. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». То есть Господь проявил любовь к нам, доказал свою любовь к нам, когда мы были еще грешники в стране далечия, послав Сына Своего возлюбленного и единородного во искупление наших грехов. И в этой же главе послания к римлянам, пятая глава, шестой стих, апостол Павел пишет, «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». И давайте посмотрим, что пишет апостол Павел в послании к Галатам, шестая глава, четырнадцатый стих. Здесь он обращается ко древу животворящего креста как к источнику радости и вдохновения, ибо крест Христов есть жертвенник, на котором была принесена Богу самая удивительная жертва. И апостол Павел пишет в послании к Галатам 6,14, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». И есть суисловящие типы, иначе не назовешь, которые презрительно относятся ко кресту Господню, хотя и называют себя христианами. Они говорят, если крест – это столб мучения Христа, то как же мы можем прославлять крест? Но апостол Павел восклицает, «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, Которым Которым для меня мир распят, и я для мира». В каком смысле на кресте Иисуса Христа распят мир? В том смысле, что Христос взял на этот жертвенник древа креста грехи всего мира и раскинутыми руками правой и левой он указал на то, что он берет на себя грехи людей, которые жили до его Бога воплощения и которые будут жить после его вознесения на небеса, после его голговских мучений и которые жили во дни его крестного страдания и спасительной крестной жертвы на этом жертвеннике кресте, которым хвалится апостол Павел и который соединяет человека с Богом и землю с небесами. Нечто подобное мы можем прочитать в послании Колоссянам первая глава с 19 по 22 стих и мы откроем этот текст первая глава послания Колоссянам с 19 по 22 стих ибо благоугодно было Отцу чтобы в Нем то есть в Сыне Божьем обитала всякая полнота то есть полнота наполняющая нас и чтобы посредством Его то есть Христа распитого примирить с Собою все умиротворив через Него то есть через Христа кровию креста Его и земное и небесное поистине крест соединяет не только прошлое и будущее и небесное и земное И далее Павел пишет И вас бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам ныне примирил в теле плоти Его распятой на кресте смертью Его чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою Таким образом крест не просто жертвенник это есть источник нашего освящения залог нашей святости который сообщает умиротворение для земного и небесного кровью креста его как мы и прочитали здесь у апостола Павла И как мы часто вспоминаем досточтимые друзья братья и сестры что в понимании отцов церкви посредником между Богом отцом и человеками должен и мог бы быть только тот кто имеет отношение и к божеству и к человечеству таким является только один Господь наш Иисус Христос истинный Бог истинный человек соединивший в себе самом божественное человеческое небесное и земное таким образом форма креста это форма которая указывает на единство между небесным и земным сообщающие освещение нашему прошлому и нашему будущему и только Христос который как Бог не ограничен временем и пространством как он сам говорит о себе я из альфы и омега начало и конец мог осуществить связь небесного земного прошлого настоящего и будущего если бы Христос не был Богом он смог бы умереть только за своих современников но будучи не только человеком но и Богом а Бог не ограничен ни временем ни пространством он взял на себя грехи людей которые жили до его Боговоплощения начиная с первого человека с Адама и он взял на себя грехи всех последующих после его крестных страданий поколений своею жертвенной кровью на кресте он омыл грехи даже тех людей которые еще не родились и в эту жизнь родятся и будут грешить если только Бог еще продолжит существование этого мира таким образом мы видим как сама форма креста она устанавливает связь небесного с земным прошлого с будущим и эта форма объемлет собою буквально все теперь мы обратимся к ветхозаветному тексту к ветхозаветному тексту это книга бытия 48 глава 13 и 14 стих некоторые люди которые суесловят по поводу креста господня они говорят что слово ставрос не обязательно означает крест и более правильно переводить это слово словом древо или даже бревно но когда мы читаем этот текст из книги бытия 48 глава 13 и 14 стих у нас не остается сомнения в том в чем мы уже убедились на словах апостола Павла что крест имел форму от небес до земли от нашего прошлого к нашему будущему я напомню контекст того события который мы будем читать у патриарха Якова отца был возлюбленный сын которого он послал к своим свои не приняли его за сребреники они продали Иосифа прекрасного в рабство находясь в рабстве в языческом мире Египта он женился на египтянке символ языческой неплодящей церкви и от этого брака рождаются два сына у Иосифа этого древнейшего символа Христа Манаси и Фрем который символизирует собою народы которые не имели отношения к племени семитов произошедшие от двух рас от хамитов и иофитян как мы помним что родоначальники человеческих рас это сыновья Ноя Ноаха Сим Хам и Афет и когда Иосиф приводит своих двух сыновей к отцу Якову отец Иаков любя Иосифа усыновляет себе его двух сыновей Манасия и Ефрема как Бог отец любя своего сына Иисуса Христа нас некогда языческих народов произошедших от Хама и Иофета Яфета объявляет своими детьми как апостолы писали некогда не народ а ныне народ некогда не помилованные а ныне помилованные теперь мы посмотрим как происходило это событие хотя мы христиане знаем что силой креста Господня силой крови Сына Божия произошло усыновление Богу Отцу языческих народов читаем и взял Иосиф обоих Ефрема в правую свою руку против левой Израиля а Манасию в левую против правой Израиля и подвел к нему но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему хотя сей был меньший а левую на голову Манасии с намерением положил он так руки свои мы видим здесь знак креста и мы знаем что еще апостол Павел писал что все что описано в Ветхом Завете это в образах символах для нас достигших последних времен таким образом мы установили форму креста Господня с помощью текстов из апостола Павла и с помощью символических действий Иакова Отца который символизирует собой Бога Отца Иосифа сына Иакова который символизирует собой Христа и с помощью Манасия и Фрема который символизирует собой несемитские народы расы числом два произошедшие от Хама и Иофета но силой крови Иисуса Христа некогда не народы стали народами и новыми чадами Авраама не по плоти но по духу и в послании к римлянам апостол Павел так и пишет не тот иудей кто внешне наружно таков но тот иудей кто внутренне таков и ему похвала не от людей но от Бога потому что истинные потомки Авраама это те которые верят в Христа Иисуса в которого верил патриарх Авраам и все последующие патриархи и пророки а не те которые прельстившись соблазнами дьявола отвергли Христа к ним некогда Христос обратил свое гневное слово сказав ваш отец дьявол ибо вы ищете убить меня человека сказавшего вам правду правда о кресте это неудобная правда Бог распятый и умерший на кресте это непостижимый соблазн и для эллинов и для иудеев но для самих спасаемых это радостный догмат которым мы похваляемся вместе с апостолом Павлом в этот день воздвижения креста Господня честный крест восклицая обращаясь к Иисусу Христу чтобы своими страданиями на Голгофской кресте своими язвами своей кровью самой своей смертью он поменял наше состояние из состояния чад гнева в состояние чад Божьим крестом твоим похваляемся и воскресение твое славим с праздником